Все части опушены, и название у нее церазус томинтоза, вишня опушенная. Пушок есть даже на плодах. Растение чем интересно? Оно может использоваться как универсальный подвой для всех пород. Не прививается в нем только абрикос, прививается даже персик. Но растение на вишне войлочной получается карликовым, и его любители используют на Дальнем Востоке, как подвой. Хорошо прививается алыча, вишня песчаная, слива домашняя, почти все виды. Но не прививается вишня обыкновенная и вишня степная. Здесь родство у них очень отдаленное. Растение очень скороплодное. От посева начинают плодоносить на второй-третий год. И плодоносить ежегодно. И в этом смысле она очень благодарная, не особенно сильно растущая. Но так же, как и слива, она выпревает. Поэтому сажать в снежных районах ее нужно на горках. В последние годы нами получено большое потомство гибридов третьего, четвертого, пятого поколения, от скрещивания вишни песчаной с вишней войлочной. Они уже по вкусу плодов напоминают вишню обыкновенную. И варенье из вишни песчаной войлочной не уступает по качеству вишни обыкновенной.